Средства направят на поощрение учащихся и тех, кто занимался их подготовкой, а также на оказание материальной поддержки интеллектуальным и творческим объединениям. Кроме того, назначено 152 стипендии президента Беларуси студентам и курсантам вузов за особые успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности. Продовольственный экспорт Беларуси в 2022-м впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. И это несмотря на санкционное давление. Молоко, сметану, йогурты, сыры и творог ждут далеко за пределами республики. Одна из важных задач на ближайшие годы – выйти на рынок Китая. Жителей Поднебесной заинтересовали продукты с большим сроком хранения. В городе полным ходом ведутся работы по ремонту дорог. Специалисты уже уложили асфальт на Октябрьской. На учреждении Пролетарская и Гагарина. Всего в планах на этот год заменить 157 тысяч квадратных метров. В списке – десятки улиц. Водителям стоит планировать маршрут заранее и не парковать машины у обочин, чтобы не мешать спецтехнике. Из-за пала травы в Бобруйске пострадала хозь постройка. Сообщение спасателям поступило в среду ближе к часу дня. ЧП произошло по улице Тенистой. К счастью, пострадавших нет. Одна из версий возгорания – неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, выжигание сухой растительности категорически запрещено. В Бобруйске открылась пасхальная ярмарка. Торговые ряды расположились на пешеходной зоне от Карла Маркса до Держинского. В ассортименте куличи с изюмом, цукатами и посыпкой в праздничной упаковке. Вес от 100 до 600 грамм. Здесь же можно купить крашеные яйца как поштучно, так и десяток. Время работы с 9.00 до 15.00.